100% характерных симптомов нет, тувер-плюс часто протекает под маской других заболеваний органов дыхания, но основные симптомы, начальные симптомы – это кашель более двух недель, потливости, повышение температуры тела и потери в весе и ночная потливость. При появлении вот таких симптомов, любой человек должен обратиться к врачу по месту учительства и там согласно алгоритму диагностики куберплюза проводится определенное обследование, если установится тувер-плюс, тогда врачи назначают это соответствующие лечения. ДНК-микобактерии тувер-плюсы с определением чувствительности, тувер-плюсы. одному сильнейшему противо-тувер-плюсового препарата – это трифамперцин – в течение одного часа. дНК-микобактерии тувер-плюсы, если на патологический материал, в котором содержится микобактерия тувер-плюсы, если попадают эти солнечные лучи, они быстро погибают. если вот, например, мокрота, которая держит микобактерию тувер-плюсы, если она попадает из стаги, куда не попадает эти солнечные лучи, а тогда леченика бактерии тувер-плюсы там долго будет тушить. И при определенных ситуациях поднимается этот воздух и через органы дыхания попадает в организм человека. У нас вот этот, я не знаю сейчас на каком этапе, проводили исследование, сделали этот посев воздуха маршрутного, так, ну, общественного транспорта, брали там воздух, делали этот пассив и ни в одном случае не обнаружили воздух транспортных средств микобактерии тувер-плюсы. По видам, вот это часто открывает этот форточка, там этот транспорт проветривается и попадает эти прямые солнечные лучи тувер-плюсы, и микобактерии тувер-плюсы, это часто они погибают. В мире одна треть населения инфицировано тувер-плюсом. Если в организм человека попадает эта микобактерия тувер-плюсы, не все болеют этот тувер-плюсом, от 100 человек, если заболеют тувер-плюсом, 10 человек, ну, где-то 10% заболеют тувер-плюсом. Это те люди, у которых снижена иммунная система. Эффективность лечения зависит не только от медицинских работников, и еще зависит от приверженности больных к лечению. У нас лечение больных делится на два этапа. Это стационарный этап лечения и амбулаторный этап лечения. Ну, в стационарных условиях обычно делиться два-три месяца. Приверженность очень, можно сказать, это самое, идет под контролем врачей. Вот когда больной мы отпускаем на амбулаторное лечение, у нас часто бывает эта проблема на амбулаторном этапе лечения. Ну, проводится информационная работа в среде больных. Постоянно работают наши врачи первичного звена по облучению этой приверженности лечения. Ну, я думаю, то, что у нас сейчас эффективность лечения стационарных формат куберплюза. Восемьдесят два процента – это хороший факт. Основными причинами просто то, что я вам говорил, лекарство-стойчивых формат куберплюза – это, во-первых, приняли партное лечение. То, что врачи назначают больным, это схема курс лечения. Иногда из-за того, что или не хотят больных, они же прервают лечение. И это приводит, если у больного чувствительную формат куберплюза, у него потом будет это развиваться лекарство-устойчивую формат куберплюза. И второй основной причиной роста лекарство-устойчивых формат куберплюза – это несоблюдение мер инфекционного контроля. В последнее время Всемирная организация здравоохранения рекомендует расширить амбулаторного лечения с момента установки диагноза. Потому что стационар, как я вам сказал, если не соблюдается мере инфекционного контроля, становится источником роста лекарство-устойчивой формат куберплюза. С другой стороны, стационарное лечение 3-4 раза дороже, чем амбулаторного лечения. И еще одним преимуществом амбулаторного лечения является то, что больной он будет находиться дома, у него там уже не будет момента, связанные со стигмой, дискриминацией. Самый такой хороший метод прошла в группе – это введение нормального здорового образа жизни. люди должны заниматься спортом, необходимо нормально питаться. Обычно вакцинацию против туберплюза мы делаем на вторые-третые сутки после рождения ребенка. Ревакцинацию раньше при Советском Союзе мы делали, вот последние 10 лет мы ревакцинацию отменили. Потому что от ревакцинации эффективность очень низкая. В связи с этим, согласно рекомендациям Всемирной Организации Здравоохранения, мы ревакцинация отменили. А вот контактным детям до 6 лет мы проводим профилактическое лечение норклеза. Он назначается от противотерплюзных препаратов и занятий один раз в день в течение 6 месяцев. Вот сейчас мы где-то с Нового года хотим внедрить краткосрочную схему лечения туберплюза. Больных лекарственной устойчивой формы туберплюза. Раньше же, вот сейчас по всему миру больных лекарственной стойчивой формы туберплюза лечит в течение 20-24 месяцев. 6 противотерплюзных препаратов. Но, во-первых, вот эта длительность лечения очень длинная. Во-вторых, больной получает 6 противотерплюзных препаратов. Часто бывает побочное явление, и из-за побочных явлений приходится отменить лечение. Иногда больные прервают лечение. Вот сейчас ВОЗ рекомендует 9-месячные курсы лечения. По сравнению с существующей схемой лечения, длительность лечения в 2 раза уменьшается, и стоимость лечения, естественно, тоже снижается. Эффект вот этой краткосрочной схемы лечения уже применяется во многих странах мира, эффективность очень хорошая. И тем более сейчас этот ученому мира разработано 2 очень хорошие, чистые противотерплюзные препараты. ВОЗ рекомендует переходить на краткосрочные схемы лечения, подключения этих новых противотерплюзных препаратов. Вот у нас тоже вот с Нового года мы сейчас готовим все соответствующие документации. На сегодняшний день у нас в Крымстане все больные туберкулезом 100% обеспечены противотерплюзным препаратом. У нас проблем этой противотерплюзным препаратом нет. Субтитры создавал DimaTorzok